И она высунула руку через окно, просунула, вот так схватила меня за лицо. Ну, причем неожиданно так вот. То, что было потом, у Ольги как в тумане. Но домой она пришла вся в крови с расцарапанным лицом. По словам девушки, вход, ногти, а потом и кулаки против нее пустила продавщица киоска. Пострадавшей даже пришлось вызвать скорую помощь. А все начиналось с того, что она попросила взвесить немного недорогого печенья. Сотрудница Латка обозвала ее нищенкой, начала ругаться матом, а затем и вовсе отказалась обслуживать. Ольга стала настаивать, за что и получила. Я не могу сейчас работать и встречаться по работе. И отложила всю работу, у меня сотрясение. Мне постельный режим порекомендовали. А у меня лицо изуродовано царапинами, поэтому мне самой неприятно выходить на улицу. Этот конфликт не стоил и 30 рублей. Именно на такую сумму вышло бы печенье. Но теперь побитая покупательница требует от продавца компенсации за лечение. О невежливости и обидчице говорят и другие покупатели и коллеги. В киоске по соседству утверждают, что к ним нередко заходят люди, пытавшиеся купить печенье в злополучном лотке. Я просто слышала, когда заходили там, что-то пройдет. У вас там, говорит, такая хамка работает. Ту самую продавщицу сегодня за прилавком уже не застать. Узнав о драке, начальство отстранило ее от работы на время разбирательства. Руководство киоска уже извинилось перед Ольгой. Но только за сам конфликт. Хотя словам побитой девушки они не верят. Мой реализатор мне сказала, что она тоже никаких абсолютно травм не наносила. Но я не хочу принимать чью-либо сторону. Этим разбирается, занимается милиция. Полиции девушки тоже не доверяют. Драку за печенье видели два пенсионера. Но, по их словам, Ольга сама вывела продавца из себя. А затем даже пыталась залезть в окно. Женщина посчитала, что та ей не доздала один рубль. Вторая посчитала, что она ей должна один рубль. Из-за этого рубля произошел конфликт между женщинами. Не факт, что данные порезы ей нанесла сама продавщица. Она могла, когда пролазила в окно, так же поцарапать себе лицо. Сейчас в полиции ждут результатов судебно-медицинской экспертизы. Если специалисты докажут, что побои Ольги нанесла именно продавщица, на нее заведут уголовное дело. В противном случае девушкам снова придется поскандалить. Но уже в гражданском суде. Валентин Бессонов, Владислав Колупаев.